привет всем сегодня хочу поговорить об антеннах квадрокопта с g907 очень много появилось на youtube сообщений и даже появились ролики об увеличении возможности квадрокоптера то есть увеличение дальности его полета и улучшение передающего телевизионного сигнала телевизионной картинки но я хочу проверить сегодня на практике я конечно не буду его отправлять на 800 метров потому что я нахожусь в городских условиях я попытаюсь просто-напросто проверить версию о том что картинка не зависает на 140 метров высоты в каком исполнении здесь находится антенна приемника обычная антенна от wi-fi роутера причем она универсальная такая же как и на 2 и 4 она идентична и на 2 и 4 на 5 гигагер вот она у меня сейчас выведена здесь значит она находится в заводском исполнении в тыльной стороне квадрокоптера участие не квадрокоптера передающие то есть антенна передатчика находится в этом луче вот здесь она находится значит я ее в данной ситуации перенес сюда но некоторые выводят ее вообще выбрасывают наружу но я бы не стал бы этого делать по той причине что она может оторваться значит и эти антенны тоже вот эти хвостики они очень хрупкие если очень часто перегинать эту антенну находясь наружи она естественно будет подвержена механическому воздействию но здесь и она может от просто напросто отлотниться и потребуется ее замена но конечно замена это не очень сложная вещь в данной ситуации но все равно конструкторы не зря убрали принимающую антенну и передающую антенну значит разнесли передающую в этот луч принимающую в тыльную сторону антенны передатчика и приемника должны быть максимально удалены друг от друга чтобы не мешать в приеме передачи сигнала я не думаю что подобные манипуляции с антеннами они могут улучшить качество приема и качество передачи сигнала значит что картинка телевизионного сигнала не будет зависать и возможно будет управлять на высоте 140 150 метров квадрокоптером посмотрим это мы сегодня проведем на обычной точке на футбольном поле правда у нас сегодня погода не очень располагает к полетам вчера выполнил большой снег морозец и так переходим на футбольное поле сегодня мы будем использовать новый телефон редми нот 8 для управления квадрокоптером посмотрим как он справится с этой задачей 11 у меня есть хорошо на футбольное поле в лесу в в лесу в Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Делаем возврат домой Потому что эта конструкция явно неправильна Возвращаюсь домой, потому что... Во-первых, правда сейчас есть 17 спутников Есть 17 спутников, отменяем возврат домой Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Картинка есть 90... Все, картинка зависла Нет, еще опять появилась Развернем ее Так... Все здесь опускается Добавил субтитры DimaTorzok 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 Выше не летит Картинка есть Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Чтобы Какие-то изменения произошли Я не наблюдаю Улучшения вернем его до дома до хаты возвращаем его домой картинка периодически виснет дергается где-то он тут вот прилетел щитку по звуков завис мушу пусть полетает немножко муж давай посмотрим чё ты падаешь не надо ветер устойчиво ветру болтает его конечно лично болтает а а а а картинка зависла чуть отлетел картинка зависла вот аккумулятор начал кричать давай домой руки у меня тоже замерзли выключился режим возврат домой я отключаю солнце светит включается включается выключается все куда 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 ты дорогой резко захотел упасть да что ты то что ты программа пропала хорошо хорошо итак вывод напрашивается неутешительный от перемещения мест слагаемых сумма не меняется то есть как бы мы не меняли местоположение антенн дальность полета и качество видеокартинки она не улучшается может быть за пределами города что то и получится но в городской черте у меня во всяком случае ничего не получилось а лазить лишний раз содержимое этой игрушки но она чревато последствиями отрицательными возможность повредить что-то довольно таки велика в первую очередь это резьбу в пластмассовых креплениях она очень нежная особенно в лучах так что это не есть хороший вариант постоянно что-то модернизировать в этой игрушке надо согласиться и смириться с тем что в первую очередь это игрушка они профессиональный квадрокоптер для проведения профессиональных съемок это хороший тренажер для обучения управления полетами квадрокоптера в режиме фпв это да очень хорошая вещь для обучения новичков ну и можно попутно снимать небольшие ролики то есть из снятого материала допустим за 10 минут полета за 10 за 15 ну можно выбрать где-то минуты на две это точно фото с фотографиями гораздо лучше поэтому я считаю не стоит перемещать антенны так как это ни к чему хорошему не приводит ну и кроме того в задней в тыльной части квадрокоптера расположена антенна gps вот здесь она изолирована снизу и отделена от антенны приемника алюминиевой фольгой конечно антенну приемника желательно отсюда убрать переместить ну лучше конечно вот в этот луч но она в этом лучше не помещается так как она довольно таки крупная большая поэтому если возможно ее переместить вперед то можно перемещать вперед что здесь все таки она находится в непосредственной близости от gps модуля это не есть хорошо gps модуль также желательно изолировать от любых электромагнитных волн потому что если поблизости находится антенна приемника то возникают определенные помехи которые могут ухудшать работу gps модуля ну вот такие выводы я сделал для себя а вы можете для себя сделать каждый свой вывод пока